Слово для выступления предоставляется Айкун Гидаряну, Северную Центрального Комитета Коммунистической Революционной Партии Франции. Дорогие товарищи, прежде всего позвольте мне вас приветствовать от имени Коммунистической Революционной Партии Франции и поблагодарить товарищей Российской Коммунистической Рабочей Партии за организацию этой конфиденции. Значение Великой Октябрьской социалистической революции в истории человечества громадно. Она знаменовала к одинаково от старого к актеристическому миру к новому социалистическому миру. Октябрьская революция отличается от всех предшествующих революций принципиально. Она ставит своей целью не замену одной форме эксплуатации другой, одной группы эксплуататоров другой, а уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, уничтожение всех и всяких эксплуататов сверху, установление диктатуры пролетариата, установление власти самого революционного класса и всех предсуществующих, до сих пор угнетенных классов, организацию нового бесплатного социального сферма. Освобожденные рабочие, граждане и распрощенные национальности, населявшие Россию, стали хозяевами своей жизни. Советы обеспечили широчайшим народным массам активное участие в государственной жизни. Утвердилась пролетарская демократия, обеспечивающая жизненные интересы большинства народа. Именно поэтому победа Октябрьской революции означает коренной перелом в истории человечества, коренной перелом в истории судьбов мирового капитализма, коренной перелом в освободительном движении мирового пролетариата, коренной перелом в способах борьбы и формах организации, быту и традициях в культуре и идеологии эксплуатируемых массов всего мира. Великая Октябрьская царстическая революция впервые в истории возрушила до основания старый государственный аппарат эксплуатации перспекласса и создала вместо него государство нового типа, советы, как государственную форму диктатуры. Победа советской власти впервые в истории дала народу не только свободу, но и возможность обеспечить свое материальное благосостояние, завоевать счастливую культурную жизнь. Во главе Октябрьской революции стоял такой революционный класс, как рабочий класс России, класс закаленных бояр, прошедший в короткий срок две революции. Рабочий класс России имел такого серьезного союзника революции, как крестьянская беднота, составлявшая громадное большинство крестьянского населения. Наличие союза рабочего класса и крестьянской бедноты объединило и поведение средневеков, которые долго колебались и только перед Октябрьским восстанием повернулись в сторону революции, присоединившись с крестьянской беднотой. Во главе рабочего класса стояла такая испытанная и в политических боях партия, как партия большевиков. Только такая партия могла так умело соединить в один общий революционный поток различные революционные движения. Октябрьская революция началась в такой момент, когда империалистическая война была еще в разгаре, когда главные буржуазные государства были расколоти на два враждебных лагеря, когда они, будучи заняты войной друг другом и ослабляя друг друга, не имели возможности серьезно и активно выступить против Октябрьской революции. Октябрьская революция имела перед собой такого сравнительного слабого, плохо организованного политически, малоопытного врага, как русская буржуазия. Не окрепшая, еще экономически и целиком зависевшая от правительственных заказов, русская буржуазия не имела ни политической самостоятельности, ни достаточной инициативы, необходимых для того, чтобы найти выход из положения. У нее не было ни школы, ни мошенничественных направлений, большого размаха, которые имеет, например, английская буржуазия, ни опыта политических комбинаций и политического надувательства в большом масштабе, каким обладает, например, французская буржуазия. Поговорим именно о французской буржуазии. Ее роли сегодня, сто лет спустя. Одно представляется очевидным. Все указывает на то, что мы вступаем в новую политическую рамку. Было до и будет после выборов Эммануэра Макрона. Буржуазия сделала свой выбор. Выбор повторного состава. С целью сотворить неистовую, антирабочую и антинародную политику, которая вписывается в полное мере в выбор про ЕС большинства французской буржуазии, которая в силах в кавычках наверстать отставание Франции в реформах, которые уже имели место в странах в Северной Европе, в Великобритании, но также и в Греции, Испании и Италии. Выбор агрессивной политики в военном плане к России, критического отношения к Франку и продолжения войны в Сирии и Африке. Это был выбор Макрона. То, что произошло во французской политической жизни, следует рассматривать в ее международном контексте, в зависимости с вопросом о месте французского империализма, межимпериалистической конкуренции. А это место французский империализм хочет себе самое лучшее. И это в любом монополистическом секторе. Вопрос в том, каких политиков поставить на места, чтобы осуществить эту цель. И здесь возможности отбора кандидатов сталкиваются внутри монополистической буржуазии и финансовой олигархии. Это касается буржуазии всех империалистских стран и лежит в основе стратегии альянсов, соответственно, фракций, которые преобладают в данный момент. В этой ситуации обострения противоречия мы должны учесть вопрос о терроризме. Можем ли мы его сегодня рассматривать как продолжение политики другими средствами? Конечно, использование терроризма с остальными империалистических стран не является новой проблемой. Этот вопрос, нам кажется, должен рассуждаться иначе, чем 20 лет назад. Раньше это было инструментом, управляемым внешней силой, используемым в контексте фактических конфликтов, где империалистическое господство и господство буржуазии были под угрозой либо за стороны правительства данной страны, либо вооруженной борьбы. Сегодня это приняло форму смертоносных нападений, эскадронов смерти и вооруженных бомб. Несколько слов о Меланшоне. Так как некоторые товарищи нас спрашивали, почему мы его не поддержали и почему с ним бороться. Мы выпустили в Рашу, в который мы объяснили, почему он не является кандидатом реформизма. Нашей политической целью не является и не может являться процесс, который поставил бы рабочий класс на хвосте мелкой бюро буржуазии. Цель Меланшона – это восстановить социалистическую партию Глеба и больше ничего. Мы должны бороться против строительства французской Сирии, потому что если он ведет власти, он будет вести ту же политику, что и Ципрос, с Кризисом и Лебедь. Наша цель не состоит в том, чтобы сопутствовать маслу, а быть ее авангардом. Таким образом, мы решили пойти на встречу с избирателями непокоренной Франции, созданной Меланшоном, и объяснить нашу позицию. Успех Меланшона, который он не оценил после первого структуры голосования на президентский выбор, показывает возможность реконструкции реформистской силы, прадикальной маски. Это международное явление, которое следует рассматривать диалектически. Отсутствие революционной партии и последствия контрреволюции оставляют пустое место реформизму в современной форме. Но в то же время это показывает, что у масс есть потенциал для гнева, возмущения, которое коммунистическое движение должно уловить, чтобы не допустить, чтобы он истощался в кавычках, как они говорят, в человеческом управлении капитализма. Нашей перспективой в относительно короткий срок должно быть строительство социального фронта, которое объединит за рабочим классом социальные слои, жертв монополий, молодежь, женщин из народных масс и так далее. Это, возможно, будет построить только в борьбе против правительственной политики Макрона Филиппа, параллельно с борьбой за единственное коммунистное действие к нашему укреплению и калатации. В июне месяце мы впервые приняли участие в парламентских выборах и выдвинули кандидатов. Некоторые товарищи нас спрашивали, стоило ли это. Число голосов, в частности в условиях, в которых мы это набрали, не имеет никакого значения. Но главное, что у нас было очень много контактов с населением и мы очень много научились. Если есть разные способы приближения к массам, приближение кандидатов дало больше возможностей нам, чтобы нас узнали и чтобы распространять нашу политическую программу. В соответствии с условиями мы будем участвовать на праздники и умини-тех, чтобы вводить дискуссии и распространять наши позиции. Распространять подписку на нашу газету и чтобы вовлечь новых членов в нашу партию. Мы не можем оставить в трудящихся растеряться без политического представительства в руках агентов буржуазии, которыми являются лидеры и ликвидаторы ФКБ. Так же, как мы не можем оставить пространство апостонистическим течением в коммунистическом движении Франции, если мы хотим построить коммунистическую партию, достойную этого имени. В рамках классовых схваток, которые будут проходить в ближайшие недели и месяцы, мы будем готовиться к празднованию столетней годовщины Октябрьской революции. Мы призывем к демонстрации 7 ноября в Париже у дома, где жил Ленин на улице Мария Рост. Мы предложим всему коммунистическому движению Франции принять участие. Те, кто придут, могут выступить в речи. Какое учение нам может дать Октябрьская революция для нашей сегодняшней борьбы и какие извлечь Европу уроки? И, конечно, это связано с вопросом о флотерианном социализме в борьбе международного пролетаряна. Были ошибки, конечно, были неудачи. Это очевидно, в частности, с 1956 года начали развиваться мелкобуржуазные концепции, которые привели к рождению партии и к развитию оппортунизма. Парализовали основы социализма, отрывая от него массы, что привело к победе ревизионизма и контрреволюции в 80-х годах. Но одновременно в капиталистических странах рабочий класс смог завоевать права, которые оскорены лишь сегодня. Именно поэтому социализм как система больше не существует. Если мы не сможем этого ясно объяснить врачу-рабочему классу, опираясь на опыт классовой борьбы, то не будет никакого продвижения к пути революции. Капиталистический кризис будет углубляться, и альтернатива, поставленная Либбектом, социализма и революция, разрешится победой в августе. Великая Октябрьская социалистическая революция является величайшим триумфом марсиско-ленинской теории. Она показала, что революционная теория, когда она обладает массами, становится могучей силой в развитии общества. Тогда здравствует Октябрьская революция и пролетает ли все страны соединитесь.